Продолжение следует... По холловской росписи, значит, это один из самых сложных элементов, это листики. Листик как строится? Пожалуйста, посмотрите. Значит, я еще раз покажу листик, привязку и канон первый и второй, чтобы вы видели. Напомню вам, освежу вашу память. Значит, листочек рисуется по форме, напоминающий ромбик. Вот представьте, вот здесь вот в ромбик мы нашли отверстие, его надули, и он у нас вот так вот стал таким вот пузатеньким. Запоминаем, в какую сторону у нас идет подводка, в ту сторону обязательно идет листик. Но два листочка, если мы по бокам рисуем, обязательно кверху. Это надо запомнить. Значит, как рисуется листик без этого ромбика? Вот так. Какая здесь у нас будет подстерегать ошибка? Первая ошибка. Вот такой длинный нос. Вторая ошибка подстерегает нас, если вы работаете фоновой технике. Вы берете, ставите капельку сюда, и получается вот такой нос здоровый. Такая вторая ошибка. Вот. Значит, мы сейчас просто листочки будем без привязки к верховой, фоновой, там, к разным. А вот так делать. Значит, напоминаю, в листике главное направление верхних листочков. Вот я сюда заворачиваю. Видите-ка? И отсюда будет идти средняя линия. То есть здесь фактически больше, чем здесь. Внутренняя разживка, какая бы у вас ни была, обязательно повторяет наш вот контур. То есть, большая-большая идет и на уменьшение. Вот это, понятно, да? Если вы делаете внутреннюю разживку каким-нибудь другим элементом, например, вот таким вот, то же самое. А потом сюда на уменьшение. Или у вас вот такие элементы. Да, это ничего. Так. Тоже они примерно. Вначале маленькие, побольше и маленькие. Понятно, да? Как рисуется базовый лист? Я сначала его нарисую для верховой росписи. Верховая роспись характерна яркими цветами. Какими? В хохломе у нас всего лишь пять цветов. Черный, красный, зеленый и желтый. И эти цвета неоднозначны. Почему? Смотрите, красный с черным будет прекрасный коричневый оттенок. Красный вы можете брать дополнительный светлый. Дальше дополнительно будете брать бордовый. Зеленый. Вот где у меня зеленого нет? А, дайте, пожалуйста. Вы можете пользоваться просто. Зеленый цвет у нас один, изумрудный. Если я его смешаю с лимонным, у меня будет вот такой изумрудный цвет с лимонным. Если я его смешаю с кадмий, желтым, средним, у меня будет окись хрома. Более такой теплый цвет. Вот он, вот здесь. Видите? Вот такой оттенок холодный. Это лимонный. Вот такой оттенок кадмий, желтый, средний. Понятно. Сейчас есть кадмий, желтый, светлый. Кадмий, несколько градаций этих кадмиев. Они очень подходят к лимонному, к странцановому, желтому. И в глубокие такие золотые. То есть, вот представьте, имея всего 4 цвета, мы можем дать очень большую гамму. Дальше. Товарный знак за хохломой обозначен именно четырьмя цветами. Если вы встретите хохломские изделия с белым цветом, которые мы тоже с вами используем, товарный знак был зарегистрирован в Вологде. В Вологде используется белый цвет и прерогатива белого цвета принадлежит Вологодской хохломе. Дело в том, что в нашем царстве и государстве Роспись наша распространилась по мере расселения кулаков и после войны. Репрессированных рассылали в разные точки нашей страны необъятной на комсомольские стройки. В частности, у нас при механизированном лесхозе было создано в Заполярье цех хохломской росписи. Вывезены мастера из хохломы. Они каждый попали по своим статьям. Ну тогда мужья или жены. В основном мужья там статьи-то были. И они попали, организовали такую вот хохломскую артель. Заполярные хохлома, в которой я работала. То есть мастера народные, со званием. Лошкари, то есть токаря. Но точили не из липы, а из ольхи. То есть можно работать... Ой, ольха. Осина. Осина. На севере осины много. Значит, осина и липа, пожалуйста, это луч. Все пользуются лиственными породами. Потом, когда все это, наш Советский Союз распался, товарных знаков перестало существовать. Сейчас вы можете увидеть на выставках и голубую хохлому, и белую хохлому. Какой угодно. Сейчас этого уже никого, авторского права сейчас как такового, наверное, уже не существует. Я разговаривала с художниками, и они говорят, что, к сожалению, мы должны, наверное, дойти до нижней точки нашего опускания до дна, чтобы потом что-то образовалось. Да, ведь мы знаем, что, значит, таким же образом были расселены из Подмосковья люди из Жостовской росписи, Жостова, знаете, подноса, да, на Урал, Нижне-Тагильская, Уралосибирская, Пермская домовая росписи, Камская. Это все люди сосланы из Подмосковья. То есть вот таким образом все. И когда начинают говорить, что какое мы имеем право рисовать ту же хохлому или кжель, если мы не в кжеле работаем. Дело в том, что вот причуды нашего вот этого перемешения народов привели к тому, что у нас Жостова превратилась, например, в Петриковку. Петриковку, знаете, Киев, Киевская, это все от Жостова, это от Единого куста. Так же, как у нас существует куст Лаквы-миниатюры. Это Палих, Амстера, Холу и Фидоскина. Это почти все подмосковные села, да? Это роспись по этим, по Папье-Маше, по Папье-Маше. И в то же время, пожалуйста, вы поедете в Сибирь, и также там тоже есть народные промыслы, тоже оттуда сосланы. Но из-за того, что потерянные были корни, происходит трансформация. Каждый художник, вот вы, проходя вот эти базы, вы дальше добавляете что-то свое. Традиция на месте никогда не стоит. Понимаете, она, вот вы в эту традицию вносите что-то свое. Листка. И я сейчас показываю вам, сколько здесь ошибок. Лепесточки наши расположены под углом. Это ошибка, делают вот такие листики. Крылья, видите? Вот так. Аллилуйя! Вот так вот крылья, нам не надо. Теперь я вам покажу графики, как это сделать. Значит, циркулем можно пользоваться. Значит, вот смотрите, вот ваш листик. Вы делите пополам вот эту часть. И вот здесь у вас растет листик. Не вот здесь вот, а вот здесь. Это понятно. Дальше вы делите его пополам и выстраиваете ромбик. А от ромбика, вот от этого, кверху, листочки идут. Видите? Как просто получается листочек. Вот это математика. Вся хохолома построена на математике. Да? То есть это математическое. Вот если разложить очень подробно, получается математическая формула. Теперь вот эта линия центральная будет вот здесь вот. Эта линия будет вот здесь. И идти будет не в центр, а вот сюда. Каждая самостоятельно. Вот сюда. И разживка будет вот повторяется так же. Я сейчас объясню. Если вы в таком листочке ведете все к центру, у вас вот эти боковые листья, получается, ну, смешно получается. Я всегда говорю, вот получается, как куриная лапка такая вот. И детей прошу, вот они вот так вот, что любят делать, знаете, цветочки в вазе. Вот так вот, куриную лапку сделают. Ну, вы видели, да? Здравствуйте. Да. Ну, так я сейчас буду рисовать еще, подождите. Значит, внимание, посмотрите. Я буду, я нарисую сейчас вам медленно. Раз. Сюда. И вот сюда. То есть вот так вот. Если это верховая роспись, то мы делаем разбивку внутри. Разбивка внутри примерно на одну треть. То есть другого цвета. Она может быть желто-красное, то будет оранжевое. Мы берем, например, желтое, а здесь темно-зеленое. Или красное-черное. Или любые сочетания вы можете здесь использовать. Этот листочек будет называться листиком из верховой росписи. Подводка к ней будет идти при помощи капельки. На конце будет капелька не дотрагиваться до нашего листика. И вторая капелька рядом поддержка. Это верховая роспись. Верховая роспись. Как мы можем ее украсить? Этот листик может быть вот такой формы. Внимание! И внутри он может быть другие. Но угол вы видите тот же. Значит здесь опять капелька. И здесь капелька. Значит быстренько я сейчас сделаю вам. Закрашу. Ну, чтобы вам это было видно. Что это верховая роспись. Базовые элементы. Листики здесь могут быть оранжевые, зеленые. Это самая яркая роспись. Это самая... И сразу по верху. Вот, например, у нас галочка сегодня принесла короб. Вот она его рисует прямо по верху. Галочки. Где ваш короба? Галочка, покажите нам. Ну, все пос... Вам понятно, что это верховая роспись. Сейчас перейдем к фоновой росписи. Это у вас все... Теперь фоновая роспись. Фоновая роспись. Внимание! Теперь, если я сейчас ее начну рисовать. То же самое по схеме. Дайте листик тоже обеих. Я тоже сщелкну его. А, пожалуйста... Посмотрите. Как правило, все листочки на... Где-то мы рисуем под наклоном. Так или так. Поэтому мы сделаем под наклоном. По диагонали. То есть, я нарисую тот же самый наполненный. Средний лист. Он пузатый и больше, чем два. Видите угол? А рисуется, начало рисуется вот отсюда до сюда. Вот смотрите, ведется линия вот такая гладкая. Раз, два. То есть, вот примерно. И дальше начинаются зубчики. Раз, два, три. Сюда, раз, три. Сюда, отсюда зубчики идут. Сколько здесь зубчиков? Столько здесь. Отсюда идут зубчики. Сюда. Получается зубчиками. Подводка здесь будет вот такая. Широкая. Там, где она раздвигается, делится на несколько частей. На несколько рукавов. Вот как вот река идет. Вот так вот. Посмотрите, сейчас я вам без всего нарисую вот этот листик. и покажу, как из него сделать пятилистник. Вот так раз. Слышите, что там нет? Я со звуком тоже интересный. Зачем наступить, да? Там очень много интересного. Это я делаю окончание. Вот это без окончания, это с окончанием. Надо помнить, что здесь вокруг будет черный цвет. Поэтому ваш листочек должен быть как бы вырезан, как трафарет выглядеть. Как можно разживить наш листик? Можно разживить вот такими капельками. Тоже, кстати, очень часто, если делают большие капли, не очень красиво съедается площадь цвета. Как правило, это цвет или цвет дерева, или желтый цвет. Вот посмотрите, вот здесь желтый, видите, здесь пятилистнички. И если будете капельки ставить, то они будут как бы меньше съеденные. Понятно? Теперь я буду делать подводку. Подводка ведется. А вы специальный наклон сделали, чтобы с ним легче, да? Да. Нет, чтобы вам видно было. И мне удобнее рисовать. Теперь я делаю разживку. Разживка. Если у вас разживка такая не получается, вы можете сделать двухстороннюю разживку под углом. То есть с двух сторон можете делать. Разживок внутренних очень много. Поэтому вы можете, вот если и найти пособие по хохломе. Ну, как таких вот пособий нету. Не продается у нас. А вот увидеть там внутренности разные, как делается. Как теперь трансформировать этот листик в пятилистничек? Так же мы делаем кружочек. Делаем. Делим его по диагонали. Так же ставим точечку. Вот здесь вот. И начинаем выстраивать наш листик. И теперь делаю листочки кверху. Здесь очень разница большая во входе. Бывает вход вот так вот полукругом. Он обычно используется для винограда. И делать можно маленьких зубчиков побольше. Можно даже их не считать. Можно делать без вот такого окончания. Просто это украшение. И если у вас оно не получается, лучше не делать. Самая большая проблема в зубчиках. Поэтому я вам сейчас покажу, как это избежать. Вам надо провести линию вот такую. И делать зубчики. Смотрите, раз сюда. Ну да. Пропустили раз вверху. Раз, раз вверх. Вы видите, как? И в эту сторону. Раз. А это же закрасится все. Раз. Значит. И дотронулись. Не делайте зубчики большие. Большие зубчики всегда очень грубо смотрятся. Не обязательно делать зубчики. Если вам сложно их делать, просто тренируйтесь. А будете делать на чем-то без зубчиков. Вот так вот. Значит, разживка, еще раз говорю, повторюсь. Значит, если вы используете этот листочек для кудрины. Вот Танечка делает. Вы обязательно не делайте его таким. Вы сделаете его более сложным. Значит, как мы можем его интерпретировать? Мы можем внести дополнительные цветовые элементы. Мы можем вот в этих вставочках сделать, например, желтым цветом, красным. Или там оранжевым красить. Или зеленым. Дальше. Здравствуйте. Или сделать... Проходите. Или сделать разживочку здесь. В виде... Эти сеточки такой вот. Воздушные. То есть, это сразу дает, как бы, сложность нашему орнаменту придает. Видите, сразу отличается очень сильно. Мы в кудрину. Если вы не будете делать внутри ничего закрашивать, вы можете поставить капельки. Посмотрите, как у вас. Можете сделать с контрастным цветом разживку. Прекрасным цветом. По бокам. Здесь можете сделать уголочками. А самые листья зеленые? Нет. Здесь зеленого ничего не бывает. А здесь золото, серебро или цвет. Это фоновая или кудринная роспись. И здесь будет совсем по-другому зубчики эти. Смотрите. Вот такие. Маковые. Нет, это не маковые. Сейчас буду маковые показывать. Там еще посложнее. Вот так. Как делать начало? То есть, вот здесь вот тоже проблема. Берем, отрезаем начало. Вставляем в нашу подводочку. Вот. Вот. И потом уже. Не показывали. Такое хошинговое. А? Вот такое хошинговое не показывали. Мне-то так нравится всегда. Я всегда жду, когда кто-нибудь скажет. А нам вы такого не показывали. Каля, прелесть. Я это каждый год слышу. Нет, нет, не видела она. Точно правильно. Посмотрите, более сложные листики. Значит, более сложные листики называются составными. Вот верховая роспись. И также от начала до конца. Верховая роспись. Проводим линию. На окончании ставим точечку. И вот здесь у нас будет с вами листик. Рябиновый листик. Точечку. Как можно ближе подходим. Сюда. Вот сюда. С этой точечки сюда. И как можно ближе. То есть, какой у вас угол? Примерно. Это мне вызванивает теперь. А сначала фон рисует, а потом вот эти листики. Да, вы. Нет. Если это очень тепло. Это верховая. Это прямо вот вы берете и рисуете. А если вот такое на фоне, как это? Да, вот то же самое. То есть, сначала фон нарисую, а потом уже вот это. Да. Хотела. И все. И посидеть. Ну, конечно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Мазком. Видите, какая красотища. Теперь, как это сделать такой же листик при помощи фоновой росписью? Фоновая идет с обводкой. Точно так же мы делаем вот это. Смотрите, делаем черным цветом. Вот так. И теперь обязательно, да, отрагиваемся? Вот так. Сюда, сюда. Сюда, сюда. А фоновая почему она так носилась? Потому что вокруг у нас фон, а по фону у нас травка. Фон у нас. А, верховой. А потому что сразу же вы по верху уйдете. Или сначала фон, а по нему уже рисуешь верховой, да? Сейчас, когда вы увидите подводку, вы сразу определите, где фон уйдет. Какие вы все здесь умные уже. Видите, она подводка какая? Вы не волнуйтесь. Это вот сначала тяжело, а потом постепенно научитесь. И будете вот датсанами. А если фон красный, значит основной рисуешь красным, да? А можно и черным. Можно и черным, можно и красным. Вы решайте сами. Нет, если фон красный, например, у меня должна листики красным нарисовать? Вы сами решаете. Не обязательно. Может и черный. Может быть и черный, и коричневый. Пожалуйста, может и красный. Вот рисовать листья независимо от какой фон, да? Если это ваше произведение. Ваша фантазия. Они чистые, хохломатые. Есть же. Я-то думала, что это. Если мы с самого начала понимали. Мы сначала обводим все, а потом фон закрашиваем. Обводить вы можете любым цветом. Черным, коричневым. Если красный фон, вы можете и красным делать. Зеленым, двухцветным. Чтобы потом вторично не обводить. Потому что там работа прибавляется. Да. Это просто дополнительная нагрузка. Как говорится, лень, так не делайте. Нет, ну еще и желанием. И желанием, я и говорю. А так вот черным, например. Потом фон вы какой там будете, но будете неизбежно залезать на эту полосу. Придется восстанавливать. Да, обязательно. Это двойная работа. Если вы красный обводите, а фон черный, то потом надо после загрузки снова красить. Это потому что вы не сможете закрасить так аккуратно, чтобы эта линия сохранилась нужной толщиной. Она будет где-то заезжать. И поэтому ее выравнивать придется вторично обводить. Так, скажите, пожалуйста, насчет... А для начала можете этим же цветом... Ага. Спасибо, Танечка. Это, скажите, пожалуйста, мы продолжим с вами пейзаж-то? Да. Продолжим, да? Ну, это уже, наверное, не сегодня, а следующий раз. Нет, нет, нет. Принесем аквариат тогда, да? То есть, без дуристов на этом... И? Да. Спасибо. Посмотрите. Не дорисовать. Не дорисовать, да? Да, да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...